Смотри, вон пришел к тебе, зайчик еще нюхает. Ой, малыш, нюхуйся. Подарить улыбку, уделить внимание дочке и окружить ее заботой – это для Юлии Пелясовой, пожалуй, самое главное в жизни. Ценить каждую минуту, проведенную с семьей, ее научила профессия. Выходные для следователя, как говорится, роскошь. Работа в Следственном комитете, конечно, и особенно работа следователем, это, естественно, не пятидневный рабочий день. Это, ну, фактически семидневная рабочая неделя, 24 часа в сутки, но, тем не менее, стараешься находить время для ребенка. Постараемся выбираться куда-то на улицу, проводить активное время, на лыжах катаемся, на коньки ходим кататься, ходим в зоопарки, ходим на различные спектакли, чтобы ребенку было интересно. Несмотря на столь юный возраст, пятилетняя Лера знает, как тяжела и трудна работа сотрудника силового ведомства. О работе мамы она рассказывает с гордостью. Моя мама работает с ледователем, защищает хороших людей от плохих. Тетя и дядя маме рассказывают, что они натворили. Мама на работе очень проводит много времени. Я люблю свою маму и хочу ее вот совсем поздравить с этого жаского дела, когда наступит 8 марта. В правоохранительной системе Юлия работает уже около 10 лет. За это время удалось распутать немало преступлений. Будучи следователем следственного отдела по Ленинскому району Пенза, вела уголовные дела в отношении несовершеннолетних, правоохранителей, находила виновных в незаконном обороте наркотиков и игорной деятельности. Насколько я себя помню в сознательном возрасте, я всегда мечтала работать следователем, всегда мечтала расследовать уголовные дела, ловить преступников. Для любой женщины, наверное, 8 марта, несмотря на то, что это сотрудник или это гражданский работник, всегда этот день очень радостный. Ожидание каких-то подарков, ожидание улыбок и всего самого наилучшего, конечно. В канун Международного женского дня Юлия Пелясова мечтает, чтобы никто не пошел на преступление. Тогда она сможет отметить праздник в семейном кругу.